Телеканал КРТ представляет На все вот эти жертвы Понимая, что они не готовы Понимая, что система здравоохранения У них в печальном состоянии Учитывая вот эту эпидемию А например Господин Александр Лукашенко В Беларуси Как бы абсолютно расслаблен Не вводит никаких там суперограничителей К мир, не останавливает себе экономику Иногда еще даже Открыто подшучивает и троллит Лидеров остальных стран Почему так получилось? Смотрите, тут есть я Хотел бы вам рассказать пару вещей Если мы говорим о Беларуси Они оставили систему Симашка Ее модернизировали И улучшили И показателем этого Есть сколько украинцев Едут в Беларуси прооперироваться Какой поток детей На трансплантацию костного мозга В Беларуси То есть они внедряют За счет государства современные технологии А вот эта бравада Лукашенко О том, что Сходите в баню Ведите здоровый способ жизни Выпейте 100 грамм Я не пью, но вы выпейте, если хотите На самом деле это Больше акт, на мой взгляд Акт психотерапии Чтобы люди были спокойны Потому что на самом деле Количество инфекционных коек В Беларуси самое большое в Европе На душу населения Потому что обеспеченность Дыхательной аппаратурой Беларуси больше, чем Соединенные Штаты Америки На душу населения Потому что в Беларуси Работает служба СЭС Которая выявляет Которая выявляет заболевших И контакты Кто был в группе риска И имеет возможность Заболевших положить в клинику А инфицированных Изолировать и наблюдать Это как раз Кличко У нас рассказывает Сейчас про штаб борьбы С коронавирусом И говорит, что полицейские За этим все будут следить Вот эти все вещи Они как бы большая ответственность Государственных мужей Президентов Правительства Потому что на самом деле Я уверен, что Все руководители Крупные руководители Европейские Да и не европейские Во всем мире Так или иначе Чувствуют свою ответственность За то, как они Будут вести Вот эту Войну с коронавирусом И отдают себе отчет Насколько они готовы Но в то же время Я хочу говорить еще Об одной вещи Почему провал в Италии Да? Потому что У них неплохое здравоохранение На самом деле Но в них здравоохранение Направлено больше всего На то, что Вот эта услуга Стоит столько Клиника Заточена Под производство Этих услуг Этой медицинской помощи И получает Из По системе Медицинского страхования Деньги Это большие Маленькие клиники Разные Но они не заточены На составляющую Государственной безопасности Когда есть Цель Вот такая борьба С большими эпидемиями И если говорить Вот о китайцах Да? Наш мир Несколько так С иронией смотрел Когда они строили Эти огромные Одноразовые клиники Казалось бы Какой смысл? А это абсолютно Реально Нормальный подход Тот, который Сейчас и В Германии Разворачивают Клиники В выставочных залах Когда Очень неэффективно Разбрасывать Большое Количество Реанимационных Больных Инфицированных Коронавирусом По маленьким клиникам Потому что Там нельзя Создать Безопасность Для персонала Потому что Там нельзя Создать Возможность Использования Унифицированных Технологий Кислородной Поддержки Пациентов И Унифицированного Подхода Использования Нетрадиционных Непринятых Нестандартизированных В этих странах Экспериментальных Возможно Методов лечения Которые Так или иначе Эмпирическим путем Получены Поэтому Китайцы Они развернули Эти несколько Огромных клиник На тысячи коек Врачи Там работали Не выезжая Они Были Охвачены Единой системой Инфекционной Безопасности И то Достаточно большое Количество Умерло Но у них Получился результат Который Не получился К сожалению Большому В Италии В разбросанных Маленьких Клиниках Поэтому Как бы О чем я говорю Что Если государство Не будет Централизованно Заботиться О таких мероприятиях Оно Проиграет Эту войну Сегодня Те карантинные Мероприятия Которые у нас В Украине Они оправданы Это я говорю Зная Состояние Вещей Готовности Наших Медицинских Учреждений К массовому Приему Больных Требующих Кислородной Поддержки Большинство Клиник Когда-то Строились Районные Больницы Была Кислородная Разведка Кислородные Станции Помните Такие Трубочки По палатам Шли Они давно Уже Не работают Потому что Как бы Одна Кислородная Поддержка В реанимации Реанимационных Мест Не так уж Много Поэтому Состояние Готовности Нашего Здравоохранения К большому Потоку Пациентов Требующих Дыхательную Поддержку Крайне Низкая Поэтому И вот эти Жесткие Карантинные Мероприятия Для того Чтобы одновременно Не было большого Количества Больных Для того Чтобы их Растянуть Во времени Чтобы наши Медицинские Учреждения Успевали Успевали Справиться Конечно Это все Очень плохо Потому что Я имею ввиду Сам по себе Такая пандемия Это плохо Но для нашей Страны Очень плохо Потому что А у нас Фактически Уничтожена Санэпид Служба И Б Материальная База В ходе этих Реформ Не стала Лучше А стала Хуже Большинства Больниц Потому что Если мы говорим О Киеве То поверьте Что где-то В районной Больнице Даже вот Недавно Винницкую Районную Больницу Показывали А есть районы Еще более Удаленные Где сейчас Коллективы Не знают Они не стали Опорными Больницами И они должны Переходить На какую-то Новую форму Финансирования С 1 апреля И почему-то Никто не принимает Решение Сказав Ребята Вы принимаете Больных Вы об этом Не думаете Вы готовьтесь К приему Массового Количества Массового Поступления Дай Бог Чтобы его Не было Но Та статистика Которая Есть в Европе И так как У нас Геометрическое Увеличивание Количества Заболевших Только чудо Спасет нас Можно надеяться На чудо Но на самом деле Это подход Не доказательный Медицины И каждый врач Не может себе Позволить Надеяться на чудо То есть получается Под каждым словом Лукашенко Стоят Конкретные Койки Которые Готовы принимать В больниц Конкретные аппараты Искусственного дыхания Конкретные Люди Медики Обученные И понимающие Что они не поразбегаются Когда к ним приедет Больной с коронавирусом Правильно? Да я думаю Что это не простая бравада Что это реальные факты Тем паче Что Скажем так Я не приветствую Тоталитарные режимы Не приветствую Жесткое управление Но на самом деле Должна быть Для медика Мотивация Либо он Либо Тут не подходит Либо Это мотивация Какая? Это мотивация Профессиональный долг И обязанность Да? Коль я работаю Врачом Я обязан Оказывать помощь По жизненным показаниям В любом случае И второе Государство должно Создать условия Финансовой мотивации Потому что на самом деле Этот подвиг Это подвиг Это работа Человек Долго Учился Человек Рискует Своим Здоровьем И жизнью Находясь На работе И Тот кто Его Нанял на работу А наняло Большинство нас Все таки Не частные Бизнеса А наняло Государство Поэтому Должно Позаботиться И о Безопасности Персонала Клиник И должно Позаботиться О финансовой Мотивации Людей Которые Находятся На работе